Скажем славу нашему Господу! Пришло время нашего с вами часового пояса славить Господа. И как мы знаем, что в поклонении Богу в храме там была очередь. Не всякий мог, знаете, там захотел прославить Господа. Там была строго последовательность, очередность. И вы знаете, и наша земля так устроена. Вот пришел наш часовой пояс в 10.00, и как обычно христиане в 10.00 начинают свои воскресные богослужения в основном, то пришло время и нашей очереди. Слава Господу! И очень важно, чтобы мы, я думаю, когда священник ждал свою очередь, он, наверное, свои одежды готовил, все чистил, значит, смотрел там жертву за грех, все правильно, здесь все, умывальница, там все на месте. Все, моя очередь. Я сейчас буду входить в присутствие Божие. И поэтому и мы с вами, друзья, подобно первосвященнику Ветхого Завета, она с вами скажет, что мы с вами народ святой, взятый в удел, царственное священство. И чтобы и мы тоже с вами, когда предстоит наша очередь прославить Господа, мы не то, что нам сказали, давай, твоя очередь, а я смотрю, мне надо здесь поправить, здесь, здесь. И знаете, пока время прошло, как бывает, да, пока воткнули там синтезатор, шнур, пока гитару настроили, и уже как бы настрой весь уже и ушел, да, и уже волнение подходит, и уже как я могу прославить Господа? У меня переживания, я весь в торопях. Чтобы у нас с вами так не было, чтобы мы заранее знали, нам надлежит с 10.00. Я не говорю, конечно, про конкретное время, а я говорю про сегодняшнее воскресное служение. Так определено, что мы будем сейчас славить Господа, и чтобы мы могли себя приготовить, приготовить свое сердце, где-то, может быть, у нас есть там на кого-то огорчение осталось, мы могли это все дело пред Господом решить, где-то могли настроиться, мысли отогнать, суету, заботы века сего, а чтобы мы встали пред Господом стройно, и мы могли прославить Его святое имя. Слава Господу! И псалмопевец говорит в 32-м псалме, «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить». Друзья, интересное слово «прилично». Если человек праведный, то для него неприлично не словословить. Друзья, неприлично, когда он не словословит. Потому что для праведного прилично, когда он словословит. Когда он радуется о Господе и прославляет Его имя. И, может быть, у него тоже есть проблемы, и, может быть, у него и горе, и скорби, но он радуется о том, что у него есть Господь, с которым он может все эти проблемы, все эти скорби, все это горе перенести. Слава нашему Господу! Поэтому для нас с вами прилично славить Господа, потому что мы познали Его милость и любовь. Он спас нас через голговскую жертву. И мы, вставши на наши ноги, будем благодарить нашего Господа и радоваться о спасении, которое Он нам даровал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!